Ты знаешь, что вот сейчас мы с тобой пишем вступление для 50-го выпуска подкаста. Да ладно! Пяти, блядь, десятого выпуска подкаста. Я... Судя по тому, как ты склоняешься к числительной, ты все еще не умеешь говорить. И чувствую за щекой. Эй, всем привет, это CG-подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике в России, в мире, во вселенной, в галактике. Привет. Вообще не скромно, но мне это нравится. Не хочу откладывать на потом наших патронов. У нас есть пока что 49, насколько я понимаю, патронов, которые поддерживают нас на Патреоне и слушают подкасты на три дня раньше, чем слушаете вы. Пожалуйста, присоединяйтесь к ним. Есть четверо человек, которые нас поддерживают за 10 долларов на Патреоне. Это Юрий Тарханов, Андрей Мяснянкин, Тим Попов и Сергей Фролов. Ребзя, спасибо вам большое. Мне кажется, или ты это сказал недостаточно сексуально? Ну ладно, я прощаю тебя. Да Саша спит, Саша спит. Вот у вас написано, что зачитает Саша. Саша спит. Там еще есть много ребят, которые закладывают по 5 долларов и по 2 доллара в месяц. Тоже вам, ребят, спасибо огромное. Если бы не вы, было бы, наверное, чуть сложнее, в первую очередь, Владу. У тебя вообще что за эту неделю произошло? Тебе тоже тяжело? Мне капец, как тебе. Мне кажется, главные новости этой недели, это то, что нам тяжело. Нам тяжело, да-да-да. Ну, во-первых, у меня дедлайн по проекту, который нахлестнулся на работу по школе. И, если что, ребята, мы закрыли прием на наши курсы ОСМ-3000 и все. Потому что слишком много народу пришло, что-то прям совсем много. Это просто физически тяжело будет осилить, поэтому мы решили, что окей-окей, все, хватит. Оставим на второй поток, так что не переживайте. Там, конечно, в основном лютый приход на твой курс, давай не будем скрывать. Но, в целом, да, чем больше людей, тем уже тяжелее с этим работать. И хочется, чтобы это все... Да, я не хотел хвастаться. На качественном уровне оставалось. Это все в первую очередь, Ваня. Так вот, до сих пор люди все еще пишут и хотят купить. Ребятушки, мы сейчас первый поток сделаем, так сказать, осмыслим то, что у нас получилось. И, скорее всего, будем делать какие-то выводы, как дальше уже с этим курсом поступать. Либо запускать второй поток, либо, может быть, в промежутках между первым и вторым мы будем продавать только видеокурс. В общем, следите за нашими новостями в социальных сетях. Мы обязательно вам сообщим об этом. Че, пойдем подкаст слушать? А, ну все, тогда все, да. Чмоки. А ты так хорошо общаешься? Ты часто как спикер выступаешь или... Ну, по-русски ты имеешь... Где твой скилл приобретен? У нас просто разные люди открывают. Мы вот подкаст уже код пишем, а все равно очень хреново разговариваем. А русский все хуже и хуже, да? Видали разное, да. Давай отличемся. Ты как так хорошо научился разговаривать? Ну, в Москве 28 лет, как бы у меня была практика. Русского языка? Да, да, русского языка. И культура речи. Ну нет, ну блин, ты же понимаешь, что можно иметь 20 лет опыта общения на русском языке и все равно разговаривать плохо. Ты часто где-то выступаешь или просто у тебя язык подвешенный? Супервайзер сам по себе это человек, который не только технологический момент рулит. Он должен... Я вот себя вижу больше как, знаешь, такой connecting people, знаете, как водка. Была реклама, вот я от такого плана. Я соединяю департаменты и людей, да. Я хочу, чтобы люди общались. Вот, например, в Пиксель, когда я пришел, каждый департамент жил по-своему. И для меня просто это был феномен. Я просто с ума сошел. Как вы все, ребята, общаетесь? Знаете, там, ESET-департамент сделает самолет такой, 30-ти миллион полигонный. И эти лайтеры потом с ума сходят и не знают, что делать с аниматорами. И все из-за того, что в коммуникациях, да, какие-то проблемы. Это, в принципе, проблема, на самом деле, не только, наверное, в Пиксель, но это в любом производстве. Все правильно, да. Но это зависит от того, как человек строит производство. Я просто слежу за Арманом, то, что он сейчас делает с его студией. И как бы все эти вещи с Agile, и у нас как бы тоже приблизительно то же самое, мы очень много разговариваем. Я пришел, я заставляю людей очень много разговаривать, в смысле обсуждать проект, чтобы они разговаривали между собой. У нас всегда есть, мы называем их, Blue Book Meeting, или там, когда идет, например, привиз, или есть хоть какая-то информация про шоты. Мы все собираемся в большой комнате, отсматриваем материал, вносим предложение, потом все это на бумажечку раскладываем, как вот они на доске все это расписывают, мы это расписываем тоже к большому. Все это ты имеешь в виду, ну, только продакшн какой-то, или артисты тоже там есть? Это артисты с продакшном вместе, потому что они должны быть завязаны. Вот, это круто. Например, если мы говорим, что, ребят, нужно потратить, грубо говоря, недельку на нормальный привиз, и чтобы Asset Team тоже там был, вы построите, пожалуйста, свои сметы на продакшн, не так, чтобы это впихнулось в наш, а не так, чтобы через неделю вы уже хотите шот готовый дать. Но при этом у вас департаментная система, правильно? Да, пока да. Я не могу пока сместить эту всю точку на проектный кусок. Хотя самое смешное, что Unreal, когда мы сделали Unreal департамент, он был именно как Арман. Команда? Да, как Арман работает, да, как команда. У них и Asset человек, и Lighting, и анимация, они все были одной командой, и они пуляли проекты просто один за другим. Опять же, когда человек знает, что хочет, и когда четко идеи есть, намного проще работать. Опять же, вот я говорил, когда в VFX очень много переменных, ты не знаешь, что люди хотят. Иногда даже режиссер не знает, что он хочет. И каждый VFX Supervisor добавляет свою тему. И под конец за все расплачиваются артисты. И под конец, когда ты делаешь 257-й раз шот, ты такой думаешь, господи, зачем вообще все это нужно? Кому все это нужно? Дайте мне умереть просто. Ну да, по большому счету, там шот, например, его нахрен вообще никто не будет смотреть. А они все равно хотят, чтобы здесь немножко фиолетовое было, и немножко дымку снизу. И это уже 256-й раз обсуждается. Ну, пиксельфакинг чистый вообще, в чистой, да, его форме. Про пиксельфакинг мы недавно говорили. Да, поднимали эту тему про пиксельфакинг. Как, с твоей точки зрения, это вообще зло, или действительно иногда прям too much? Ну, вот в пиксельфакинг я работаю, у нас иногда бывает прям такой too much, что прям я прям стою и говорю, ребят, даже когда на звонке с клиентами, вы по идее суперайзера должны как бы помалкивать потихонечку, они присутствуют на совещаниях, но должны как бы обычно встревать, когда какая-то техническая проблема или технический вопрос. Я иногда просто говорю, ребят, это нецелесообразно, и если вы сейчас вот это сделаете, это вам встает в очень большой производственный цикл. Ну, реально, вам нужно будет проработать до хрена всяких вещей дополнительно, ну, я не думаю, что это целесообразно делать, давайте попробуем сделать это по-другому. Ну, предлагай какие-то вещи, чтобы они такие, а, ну слушай, ну да, давай попробуем так. А иногда могут упереться в стенку, и все, нет, блин, хочу вот так, и все. Ну, опять же, я всегда говорю своим продюсерам, если за это платят, мне пофиг, но если люди начинают выгорать на работе, и просто потому, что мы хотим удержать этого клиента, это другой разговор. Ну да, иногда платят-платят, но ты же все равно, даже если платят, расплачиваешься тем, что ты выгораешь, и люди у тебя устают, и результат, даже если тебе платят, не всегда от этого лучше будет. Я вот про себя могу сказать, у меня зачастую посменная... Не, вот вообще, работать не может. Слухать на месяц тогда. Посменная работа, ну то есть платят за то, сколько я работаю. И вот недавно у меня был шот, который я 4 месяца делал, и вот реально, я уже просто, я не могу смотреть, я не знаю, что там подправить, уже так все это надоело. Там уже платят, не платят, уже после закрытого. Да, да, я сказал, ребят, даже деньги мне не нужны, я не хочу это уже просто делать, я не понимаю, куда мы идем. Вот это, конечно, да, проблема большая. Как в Пикс, вот, вы боретесь с этим, чтобы заставлять людей... Не заставлять, мотивировать. Мотивировать, да, да, да. Заставлять, заставлять. Манипулировать. Под палками, с кнутами, сволочи. Ну, то есть, семихвостые плетки, там, звук барабана. Ну, конечно, у меня две таких есть, да. Так вот, есть ли какие-то у вас там, ну, системы типа поощрения, чтобы народ не выгорал? Или вы там, допустим, кидаете с одного проекта на другой, чтобы, ну, как-то разнообразить? Когда мы начинаем проект, мы смотрим, мы разговариваем, вот, например, с композером, потому что композером, в основном выгорают композеры-лайтеры, потому что они финальное звено, несчастные, и они все время как бы борются с друг дружкой, потому что нету пасса, нужно лайнтеру выгнать это, и композер, наконец, мучается со всеми режиссерскими вправками. Мы стараемся, когда идет какой-то шот, мы смотрим на специфику шота и говорим с VFX супом, с комп-супервайзером, какой человек будет лучше приспособлен, не потянет, а именно, что ему лучше понравится делать. Например, я не знаю, ну, конечно, никто не любит ортоскопинг, но, например, я не знаю, там, кто хочет с дипами поработать, там, с облаками с какими-нибудь, или... Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да, потому что, вот, допустим... Чисто специфика, например, спрашиваем людей, а чем вы хотите работать? Некоторые, конечно, ну, блин, сори, ребят, ну, надо ортоскопить, там, час, ну, сорян. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я действительно знаю людей, которые, вот, как бы, в композере же тоже делятся на специфику, то есть кто-то, вот, я, допустим, я обожаю кеять, меня хлебом не корми, дай что-нибудь по кеять. Ну, вот, видишь. Ну, допустим, там, вот, тротоскопить нет, а кто-то, наоборот, говорит, я все сейчас о тротоскоплю, садятся, медитируют и фигачат. Ну, да. Ну, да, или там новое что-то посмотрели, например, тот же дип, ты такой, особо не тыкал, о, задача с дипом, вот, я хочу... И у тебя мотивация для себя что-то получить, и для в целом полезности. Дип сталекла классная штука, он нам очень сильно помог в свое время. Дип офигенная, но, к сожалению, только для больших продакшенов. Ну, да, да, да. Я не представляю, как его, вот, на мелком метре, скажем так. По гигабайту таскать сюда файл, это чашка, я согласен. Да, 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 на локальной машине, тем более, вообще, то есть, если у тебя нету технической базы, это капец как тяжело. Поэтому вот мы стараемся найти людей, которые тоже самое в анимации, мы стараемся найти людей, что им больше нравится делать. Но, опять же, под конец, опять же, когда дедлайны, люди все равно выгорают. Лайтеры просто, они там с ума сходят иногда периодически. В начале проекта замечательно, все, ты там что-то арендишь, что-то делаешь, так расслабленно, потом все жестче, жестче. А потом, когда тебе под конец один шот нужно выгонять, там, грубо говоря, в двух-трех вариантах, там, в неделю, то это, наверное, тяжеловато становится. Напоминает, как мы школу готовим. Поначалу все весело, прикольно, а потом просто... Ну, да, 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 да. Мы в огне. Это не все проекты. Опять же, если нету много ступеней вот этого прула у нас, как это будет по-русски, когда мы утверждаем шот? Приемка. А пруф? Я думаю, по-русски так и будет, а пруф? Да, уже по-русски ушло. Но вот когда много ступеней приемки нету, это намного облегчает работу. Опять же, я привык работать с режиссером. Здесь до режиссера практически не достучаться. Имеется вот напрямую. Вот я так не могу сказать, там, можно мне с Ролан Демериком поговорить? Я вижу только его записи, вот то, что он хочет нам рассказать. И опять же, с ним даже практически наши VFX-супервайзеры не разговаривают. Это потому, что вы студия-подрядчик? Да, студия-подрядчик. Но вот опять же, вот этот Moonfall, который мы будем делать, там, насколько я понимаю, Pixar будет одной из главных студий. Опять же, не могу сказать точно, но, насколько я помню, там как-то все ближе будет. То есть можно будет подержаться за лапку? Ну да, да, и не мыть руки потом. Не, сейчас лучше мыть. 20 секунд, да. Не забывай. Ну, ты руку подать, теперь через Zoom все. Кстати, эта тема удаленки, она очень крутая для удпродакшна. Я могу сказать так, что в первые несколько месяцев производительность упала где-то, наверное, процентов на 20. Но сейчас потихонечку все это приходит. Все равно, как бы, такой производительности нету, потому что, наверное, нет этого живого общения, когда все люди собираются вместе и так говорят, ребят, давайте, что мы зарубим крутое. Или как мы это сделаем? Вот, а из-за чего падает производительность? Из-за пайплайна, из-за новой обстановки, то, что не привыкли все дома работать? Чисто живое отношение, знаешь, когда ты тет-а-тет с людьми разговариваешь, у тебя вот эта энергия межчеловечная проходит. Ну, есть эти невербальные знаки, символы, то, что... Ну, когда ты видишь, что вокруг тебя работает, там, и ты, типа, гриш какой-то рабочий, все равно от этого настроение другое. Вот опять история, в десятый раз рассказываем, Саш, как мы с тобой фрилансили еще во времена притяжения, притяжения первого, когда просто поодиночке уже скучно было работать, мы просто созванивались по Дискорду или по Скайпу и даже молча часов по десять сидели, работали. Но мы знаем, что вот на той стороне человек тоже сидит, работает, хоть и молчит. Ну, Саша Лепилен рассказывал о том, что они в Дискорде просто садятся и все там, типа, сидят, даже не говорят, а просто, типа, работают, если же надо справиться. Ну, просто есть канал такой, где, если что, ты можешь сказать тебе, ты едешь. Послушать дыхание друга, да, я понял. Смотри, фишка еще такая, вот, например, сейчас вот у нас совещания по Zoom идут, например, каждый день у нас происходит... Нам надо такой голосовой чат завести в Дискорде, чтобы кто-то мог просто зайти, подышать и пока... Я сейчас лучше предложу. Смотри, такая фишка, вот, например, когда только вся эта фигня началась с Zoom, мы все выходили, все весело было, круто, и все на камерах сидели. Ты видишь человека, ты общаешься, и как бы живое общение, оно как бы было, а сейчас все больше и больше людей, вот, например, у нас дейлис происходит, вот, например, сидит 25 человек, или после звонка с клиентом, сидит 25 человек, из них, может быть, 3 включают камеру, а остальные сидят просто и там долго, целую шею. Да, у нас такое же было, что сперва все созваниваются, так, Маша друг к другу, привет, камеры там, ууу, как весело. Ну да, а теперь все забили. И потом у нас же часть людей, ну сколько там, 10% студии вышло в середине лета в студию работать, вот, и где-то к концу июня такой просто никто камеру уже не включает, все-таки просто что-то быстро поговорили, выключили и все. Мне, кстати говоря, вам небольшой совет, вот, например, вы можете то же самое писать подкасты, ну, например, с камерами, вы, опять же, выкладываете подкасты, но когда человек разговаривает, он видит вас в живых, и тогда, мне кажется, общение будет намного живое. Конечно же, поддержу, поддержат ли, ребята, потому что у нас на ютуб, нам надо развивать. Да, у нас есть техническая, техническая особенность, и я не хочу про это говорить. А, да, у нас Ваня из туалета бишется, он не хочет, чтобы кто-то об этом знал, хотя все уже об этом знают. Не, ну понятно, есть интроверты, экстраверты, когда кто-то не хочет на камере сидеть, это понятно все. Но, мне кажется, живое общение, оно всегда живое, как бы, когда ты видишь эмоции людей и как они относятся, это, мне кажется. Я вот тоже, когда какие-то подкасты на ютубе смотрю, я не смотрю их на всем протяжении, там, весь час, полтора, два, но ты все равно вначале смотришь, на каких-то ключевых фразах, там, эмоциях, все равно ты включаешь окошко, смотришь, потом дальше сворачиваешь. Хорошо, вы уговорили, давайте сделаем как-нибудь на год, на год сделаем тесты, тест такой, посмотрим. Ты люблю жену и дочку погулять на час, да? Я, кстати говоря, выгнал, я вот сейчас бежусь, я их выгнал всех с квартиры. Да, да, а это так надо делать, нет, я так же делаю, конечно. Ну, сейчас нет, но в целом это нормальная практика, идите погуляйте, ребят, папе надо поработать. Все, круто, на год будет видеоверсия, я счастлив, я доволен. Ура, на год. Ура. Я могу еще про эти, про стенки поговорить, если интересно, там все технологические вещи, как камеры трекаются, как вся эта фигня работает. Да, конечно, конечно, очень интересно. На этой сцене, которую мы будем строить, там будет работать система OptiTrack, там, по-моему, от 40 до 50 камер будет стоять, они трекают позицию камеры и... Подожди, я не успеваю обрабатывать, какая-то локация, на которой что, 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 сколько 40 камер, что это все делают, они зачем, что... Сцена, вот эта virtual production сцену, которую мы строим, вот эта вот здоровенная. Да, здоровенная, ага. Чтобы трекать камеру, трекать освещение, трекать, например, какие-то вещи, которые двигаются по сцене, будет использоваться от 40 до 50 камерой, называются OptiTrack Cameras. Они трекают датчики и дают тебе абсолютно точное положение вещей, грубо говоря, как двигается камера, куда она перемещается. Эта вся система по DMX протоколу переходит в Unreal, то же самое с освещением. Или, например, я не знаю, там, ты там бросаешь гранату, и тебе нужно отрекать эту гранату, как она летит в пространство, и ты к ней сенсор... Это инфракрасные какие-то камеры или нет? Да, они инфракрасные, это активные камеры. Слушай, с двух камер или восьмеркой нельзя так снимать еще? Можно, но у тебя... у нас помещение... Ты видишь, представляешь, что... Ну, это представляешь, ангар. 8, представляешь себе, ангар. Не, а я имею в виду, если паралаксирует картинка под одной из камер, а вторая... Ну, она же круговая у тебя, у тебя камеры, они по кругу стоят. Они так прицеплены наверх, на такой квадратной фигне, и у тебя полностью вся сцена охватывается. То есть это напоминает, как Motion Capture работает? Да-да-да, это один... это и есть Motion Capture, как по большому счету, они как бы могут использоваться как Motion Capture. Ты костюмчик одеваешь и понеслась, но для Motion Capture у нас отдельные костюмы, они очень... Это, как думаю, с очень высокой точностью, это X-Sense костюмы. А, да-да-да. А для этого, для лица мы прикупились с этим Face War. Это такие... Структурный свет, что ли? Нет, нет, GoPro-шка вешается на человека, вот он ходит с ней, и у нее... Она просто снимает, грубо говоря, то лицо. Мы, правда, такие точечки ставим на лице, чтобы точно отрабатывало мимику. А потом как раз AI... О, а ты знаешь, кстати, компанию... Господи, воронежские ребята, 4D Morph, по-моему. Я что-то слышал, но я не смотрел, что они делают. Надо посмотреть. У меня уже на работу смеются. Блин, Бербасов, ты уже... Все русские плагины, которые можно притащить, ты уже притащил Pixabon. Гилл-трекер первый был. Ну, естественно, естественно. Он же когда бета был. А мы такие, а что теперь платить за него, что ли? Там фейс-трекер, там гилл-трекер, это да. Фотоскан, мета-шейп. О, вот, да, вот это, по-моему. Мета-шейп мы используем для как раз фото-грометрии, это реалити-кепчер и... Да, не, подожди. Мета-шейп это бесплатный софт. Мета-шейп это... Нет, это питерский... Это фотоскан бывший. А, это тупо фото-шип. Это я не знаю, что-то другое. Мы используем для фото-грометрии реалити-кепчер и мета-шейп. Они не бесплатные. Мета-шейп это фотоскан бывший. Это, которые Агисов, что ли? А, ну, Агисов. Да-да-да, Агисов. Да-да-да. Блин, они крутые, крутые. Нет, а то воронежские ребята делают, которые... С лицами. С лицами. Недавно даже демка выходила как раз связана... Ну, тоже они свою железяку сделали, камеры, которые снимают, и прям, ну, супер точно. И, по-моему, даже какой-то недавно был синематик, поправьте меня, с этой технологией, которая была сделана. Блин, вот сейчас не скажу, к сожалению. Я не знаю, про что ты говоришь. Про синематик, где еще мужик идет в коридоре. Они именно лифтинг, как бы, захватывают. Да-да-да, захват лица. Прям очень точный, очень крутой. Сейчас вот пока вы будете говорить, я поищу. Ну, мы уже как-то на этом, на Faceware прикупились, и уже на нем проекты делаем, поэтому нам сейчас дергаться не резон. Это не в качестве рекламы. Но это на голову все равно цепляется, да, такой рик с камерами, да? Ну, это, по большому счету, одна камера, и она просто тебя тупо снимает. GoPro перед лицом такая висит. Ты обучаешь AI, чтобы эти, вообще, лифтинг с поражения, они переходили в майку, там, или в другой инновационный софт, и ты учишь, грубо говоря, вот он открыл рот здесь, а теперь открой мне рик точно так же. И чем больше ты делаешь этих шотов, и там, секвенции, там есть определенное количество мимики, которые ты должен стрелять. По ней ты делаешь... Да, и он обучается. Обучается, да, он обучается, да. А потом, чем больше ты снимаешь, тем больше, как бы, он понимает, что вообще происходит. Я недавно ковырял дипфейк с заменой лиц, ну, вот эти вот, которые опенсорсные. И мне показалось, это хорошая аналогия как раз с тем, как, типа, работа, выполненная за минуту, работа, выполненная за неделю. То, что он как раз обучается, и если ты там буквально час его обучишь, там очень фигово лица заменятся дипфейком. А если ты на день поставишь, то уже хорошо будет. Мы, естественно, где-то, наверное, недельки-две потратили на дипфейк. Мы сейчас работаем над новым проектом. Я специально спросил нашего Head of Office, можно говорить? Выйдет новый сиквел Halo. Это по игрушке сделанный. Вот я когда сейчас его суперважу, это будет типа Star Wars, Star Trek, это будет Halo, сиквел, я не знаю, может быть. По-моему, он уже в этом был в пресс-релизах. Вот мы же активно его фигачим. Да, он в 2021 году должен выйти. И вот там Cortana, которая Microsoft, которая девушка с вами разговаривает, там она как бы живой человек. Ну, как бы он живая актриса, а в мире она не живая, как бы она виртуальная, да, ассистент. И вот там мы как раз его должны были сделать в нескольких ипостафиях, когда ей там 35 лет, когда ей 20 лет и когда ей там 55 лет. Актрисе 50 лет, и мы этим дипфейком, бедным, умучились. Ну, а также, потому что дипфейк, он большое разрешение не берет, там больше 256 на 256, там нужны какие-то безумные мощности, ну, просто нереальные. Хотя мы на Титанах гоняли с 24 гигами, и то там все умирало. И поэтому мы сейчас так думаем, думаем, мы все это, может, в 3D сделаем. Блин, ну, это очень крутая аналогия с тем, что вот даже машине надо время, чтобы что-то хорошо сделать. Все придет к этому, просто дайте немножко времени, да. Сейчас уже, по-моему, мне кажется, все эти алгоритмы замены, как бы там все очень намного проще делается. Про дипфейки поговорим с Цыпциным попозже, мы его будем тоже в октябре записывать. Он в этом, мне кажется, главный проповедник дипфейка ИИ и всего такого, это Ахтырский и Цыпциным. Сережа любит поманьячить. Кстати, спасибо ему огромное еще раз за все его курсы, я его, правда, прям из него мозг вышибал. Мы там сидели до двух ночи, это было, конечно, замечательное время в Реалтайме. Сейчас я не знаю, как это работает, но... А сейчас Реалтайм у них перезапуск вроде был. Да, я знаю, да, второй они на ДНХ делали, да, я видел там, Харитонов Костя выкладывал. Вань, ты как вообще? Я вам скинул в чат, называется это Russian 3D Scanner в RAP4D. Тихушник. О-о-о, точно, точно, я про него слышал, да-да-да. И они сделали на Unity, правда, недавно вышел ролик, как раз, посмотрите, там в этой ссылке есть. На Unity? А у меня тем временем 92% Unreal установилось, ага. Да-да-да, а ты еще хотел, Саша, после подкаста созваниваться, чтобы трек дописать? Нет, все, я теперь, знаешь ли, в Unreal. И я прям удивлен, насколько как бы круто у ребят получается делать софт, находясь в Воронеже, хотя, ну, как бы, Воронеже не самый простой город в плане там... Потому что в Воронеже нет электричества или компьютера, ну, как бы, по-моему, наоборот, прикольно, что, что, почему нам круто все, все айтишные знания приобретать, потому что у нас культура пользования пиратским софтом, и сидишь дома и учишь, потому что на улице делать нечего, дороги разломаны, правительство такое странное... Едешь, так, ну, ладно, буду делать. Все девцов пили, да. Воронеж вообще отлично. Я очень рад, что у нас децентрализованная хотя бы хоть какая-то система, потому что в ИФХ в стране это два города, ну, даже один. Это Москва и все. Москва, да, это только Москва, да, в Питере. И это крайне неудобно, ну, типа, вот у нас есть ребята там, даже на курсе, там, из Красноярска, Новосибирска, Воронеж, опять же, и вот, допустим, я не хочу уезжать из своего города, мне он нравится, почему я не могу здесь работать? И это, блин, большая проблема, что тебе надо есть... в 2020 году надо ехать в Москву за работой. Вот, благодаря коронавирусу это все может исправиться же. Да, так уже исправляется, потому что вот тот же Сиже, на Сиже сейчас люди работают удаленно с разных городов России. У нас очень многие не хотят возвращаться в офис, если честно, я разговариваю с людьми, как бы очень многие хотят остаться дома, единственные люди, например, у кого дети, и там они живут в квартире такого плана, вот, наверное, как я, я живу в квартире, и, ну, с двумя детьми тяжко долбить, как бы, по 8-10 часов, и постоянные митинги какие-то, еще что-то такое, ну, довольно тяжело. Сейчас они, правда, пошли в школу, как бы, это облегчает, но вот я понимаю, почему люди некоторые могут вернуться в офис. Как у вас с возвращением в офис, кстати? Много народу уже ходит на работу? Нет, у нас в основном композеры ходят, и то с сменами, потому что вот этого фидбэка нету, во-первых, зерна не видно, потом вот этого планшетного фидбэка нету, который нужно людям, знаешь, там что-то подкрасить. Опять же, эти ребята, которые в фотошопе сидят, им тоже, как бы, им приходится материал перегонять на домашние компьютеры, что, как бы, иногда нарушает. NDA? NDA, да. А поэтому они в основном, основную работу делают на стационарных компьютерах по VPN, а какие-то кусочки они делают дома, и потом просто забрасывают обратно. А композеры, ну, опять же, фидбэк, он в любом случае, и вот именно как компьютер работает, как ты видишь, что на экране происходит, опять же, на станции намного быстрее все это. Вот самое время, Вань, как назывался проект, когда нюк в браузере? Ацера. Он же умер, он, да? Вот, чтобы он не загнулся, а сейчас был, потому что сейчас как раз, если у тебя все исходники, все на серваке, на студийном, то формально ты можешь из браузера работать, считай, на студийных мощностях. Ну нет, там не совсем так, система там была несколько другая. Ну нет, конечно, что-то надо будет переделать, переписать, ребята. Но я думаю, что если действительно, может быть, они и дотянули, кто-нибудь, да и перешел. Ну, по большому счету мы так и работаем, мы просто заходим по VPN на свою рабочую станцию и пользуемся полностью мощностью. Да-да-да, сейчас так все, в принципе, студии на это пришли. Просто компрессия, она бьет как будто эти мелкие детали и по цвету, и по грейну, и по всем делам. Конечно. Поэтому композеры в студию приходят, VFX супы приходят, иногда супервайзеры, ну, опять же, я прихожу только для того, чтобы пообщаться с людьми и почувствовать дух вот этой всей технократии, когда сидят. Кстати, очень сюрреалистичная картина, когда заходишь в офис, и на экранах мышки ползают туда-сюда, крутятся картинки. А еще люди, когда не выключили динамики, не переключили на наушники или еще что-то, некоторые компьютеры разговаривают. И ты сидишь, и ты понимаешь, что ты в полной матрице вообще, в полной матрице. Лагруда, по-моему, да, Саша говорил нам про такое же, что когда они заезжали в МРП, там тоже примерно такая же выключенная свет везде, и только мышки гоняют по монитору. На той неделе в CGF заезжал, и там тоже комната, где все компы удаленщики сидят, и там прям заходишь, там жизнь такая, офигеваешь. Ну да-да, а людей нету. Огромный зал, где все мониторы живут сами по себе, да. Сука, где вы, невидимки, да? Блин, какое интересное время мы живем. Да пипец. Обосраться, обосраться. С одной стороны, это странный год, но с другой стороны, блин, мне кажется, это такая для индустрии прорывная история. Короче говоря, со всей этой темой мы открываемся в январе с новыми проектами, и, естественно, для этих проектов нужно пилить очень много эссетов, нужно очень много контента делать. А так как людей адекватных, и не просто адекватных, даже неадекватных, я бы сказал, а людей, которые могут работать в Unreal и делать эссет и VFX качество, их не так много, мы открываем двери для всех желающих и страждущих. Но есть несколько условий. Значит, условие номер один, самое главное. Установить Unreal 4.25.3? Он должен реально рубить в Unreal, и он должен уметь делать не гейм-эссеты, не как в маркетплейсе, а он должен делать фоторильные эссеты. Если вы, кстати, посмотрите на все ролики Unreal... Это другое разрешение меша и другое разрешение текстур? Или чем-то еще отличается? То есть это mid-poly плюс какое-то другое качество текстур или что это? Нет. Просто люди, которые в VFX работают, они приблизительно знают. Да, это high-res poly, у нас никаких ограничений по текстурированию и по мешу нет. Но он должен выглядеть фотореальным. Не гейм, он не должен выглядеть как гейм. Он должен быть... Вот ты вставил его в шот, и он должен работать. То есть человек должен уметь работать, сделать очень хорошие фоторильные эссеты и желательно работать с лайтингом. Ну, естественно, язык коммуникации будет английский, но я в любом случае могу помочь. Опять же, это может быть не просто фрилансеры, это могут быть студии. Если, например, есть студия, которая готова с нами сотрудничать, и мы им даем определенную задачу, например, сделать, я не знаю, блин, там город какой-нибудь. И вот вы делаете, и мы постепенно делаем дейлис, и потихонечку-потихонечку все это вваливаем в Unreal в проект. Как бы так это тоже может работать. Что нам для этого нужно? Я потом ссылочку вам дам на почту, которая, наверное, заспамится через, я не знаю, через день. Ну, вот ты переоцениваешь количество нашей аудитории. Да? Ну, хорошо, ладно. Тем более тех, кто умеет работать в Unreal. А, ну да, да. Вот видите, опять же, как бы найти людей реально, которые рубят фишку, их не так просто, либо они уже задействованы. Потому что сейчас все людей скупают пачками, которые работают в Unreal. Блин, это напоминает вакансию, когда МРПост в 12-м, по-моему, или в 11-м году искал аниматоров в Гудине, персонажных аниматоров. Типа, ребят, вы что, блин, единорога, что ли, тут хотите? Или как? Ну, ничего не изменилось, да, с Гудине. Конечно, софт, конечно, бешеный абсолютно, но, блин, в нем анимировать, это просто повеситься можно. Я не знаю, как этот, какого МРП делать, я тоже не знаю, если мне нужно с ним поговорить. В общем, вакансия такая, если вы, ребятушки, единорог, то вам в Пиксамонда. Ну да, ну да, мы будем рады вам. Присылайте картинки, видео, и если нам понравится, мы попросим потом Unreal-ный проект, чтобы оценить вообще, как все это работает. Блин, круто. Крутяк. Вот такая фигня. И, кстати, я не знаю, я еще это не обсуждал, но если нам люди очень понравятся, то, может быть, мы им покажем наши внутренние, да, всякие тутеры и всякие наши пайплайны и воркфлоу, как вообще это работает внутри. Все, осталось подкаст репостнуть в группу. Важный момент, это без релокейшена, это чисто удаленка, правильно? Да, это, естественно, в этом вся фишка, что работать можно удаленно, можно в Житомире сидеть и прекрасно рубить Unreal-ные сцены для этого нового Стартрека. Сейчас Стартрек как-то снова начинается. Охренеть, охренеть. А как в этом случае решается вся штука с NDA? Да, да, это проблема сейчас, над которой мы работаем. Опять же, зная наш русский менталитет, знаешь, там, ой, папянки, смотри, какую я тему запилил для нового Стартрека. Да, такая штука как-то не должна проходить. Это же больше не про самого NDA, ну, понятно, что там адекватные люди ничего не будут показывать. У меня больше вопросов, ну, насколько я знаю, что большинство студий местных почему не раздают работу на фриланс, там, так, рандомным артистам откуда-то, из-за всякой налоговой фигни, типа, там, что налоги нужно платить, как это все делается? Это второй вопрос, как нужно, что нужно решить, вот над этим мы сейчас работаем, как бы, NDA, и вот с таксами, как мы все это будем решать. Ну, в целом, решаемо, скорее всего. Ну, да, ну, раз мне сказали, что это можно пулять, так как вот я это пуляю. Круто, круто. Так что, если кто хочет поработать над проектами, вперед. Вот такая фигня. Не буду спешить ставить Unreal. Почему? Ты поставь, пожалуйста. Он не такой сладкий, как кажется. Когда ты откроешь, там очень много вопросов, особенно для людей, которые в VFX занимаются, они... Не-не-не, я ставил, я, да, я тестил какие-то сценки даже тоже в CGF, что там и там. Вот, и я просто вот вначале сказал, что у меня вот 100% моего времени занято, я боюсь, что вот ближайшие 3-4 недели, это ни во что все равно не выльется в хорошее. Единственное, что Epic очень круто делает, это вот они, конечно, маркетинг у них какой-то бешеный абсолютно, и они делают очень много туторов, и привлекают много людей, и много компаний. Все эти Houdini, вот сейчас этот 18.5 делал этот живой линк с ними. Да, это вообще просто отвал башки. Они подключаются, все эти DCC просто подключают к Unreal, как бы все это очень быстро идет. И, честно, я вот сейчас в последнее время немножко стал уставать от того, что за последние 2-3 года индустрия развивается не просто какими-то 7-мильными шагами, она просто села на какой-то реактивный самолет и в космос улетела. Просто бешеной скоростью развиваются все софты и технологии, не успеваешь вообще ни за чем следить. Все, кроме него, зато стабилен, да, Саша. Ну да, стабильность все хорошо. Блин, а как вообще не потеряться в этой вот всей истории? Ну то есть... Легко, легко потеряться можно. Опять же, если у тебя какое-то определенное направление, ты там, ты занимаешься эстами, то у тебя как-то попроще, знаешь, у тебя там сабстер-дизайнер, сабстер-пейнтер, Мари, Майя, Зибраш... Ты уже назвал, блин, пяток софтов, которые сами развиваются внутри себя разными путями. Ну да, но это вот то, что наши люди знают, как бы вот этот человек, он должен такими вот вещами обладать. Это вот, да, а если ты там композер, то тебе нужно там тоже знать, как третчить, как матч-мувить, как композить, ну хотя бы узнать отношение к этим делам, как бы естественно ты должен хорошо композить. А в Пиксамондо есть дженерализм или все-таки специализация? Есть, да. Причем в основном из дженералистов вырастают CG-супервайзеры. Но опять же, еще раз говорю, CG-супервайзер человек, который общается с людьми, который может построить проект с технической точки зрения, чтобы он не напрягал никого ни в начале, ни в конце. Как бы ты не просто должен быть крутой дженералист, но ты должен уметь общаться с людьми и видеть, как какие-то лзы использовать, чтобы все это вместе работало. Как на это учиться? Ну то есть это же, если вот ты артист, у тебя эти навыки не прокачиваются, вот ты как достиг такого, что типа вот... Ну я потому что работал в основном дженералистом. Я и эс это делал, я и композил, я и лайтил, и рендерил. Опять же, московская школа, она, ты знаешь, там все время, ну сейчас уже немножко перешло, CG-фи, наверное, и в других компаниях у них более по департаментам разбито, но все равно в основном люди знают соседнюю область очень хорошо. Ну, хорошо или не очень хорошо, но они знают. Например, если здесь композер подойдет, что скажет, давай, чувак, зебраши там, руби что-нибудь и быстренько затащи Олимпик в нюк, под масочку поставь, он такой, что? Ну, так вот бывает. Да, мне кажется, у нас тоже так бывает. Ну, не знаю, когда вот я в Москве работал, там в основном... Ну, ты ж на заре был, так сказать. Ну да. Когда дух был, когда все делали реально там пять человек в команде, которые делают все. Сейчас уже, к сожалению, не так. Или, к счастью, не знаю. К счастью. Это сейчас от мира студии все равно зависит. В больших не так, наверное, в студиях поменьше, там можно все уменьшить. А на качество это отражается как-то или нет? В смысле, если ты дженералист? Да. Ну, опять же, их немного. Их немного. Вот у нас в студии их немного, у нас очень много именно людей, которые занимаются четкой направленностью. Например, если ты эссеты делаешь, ты их делаешь офигенно круто, и они оптимизированы, и все замечательно. Если ты композер или лайтер, ты, блин, очень хорошо рубишь эту тему. Дженералисты — это в основном люди, которые мы ими затыкаем дырки или, например, есть какой-то шот, который сложно сделать вот от начала до конца через все департаменты. Нужен один человек или как-то группа людей. Опять же, вот к Армановскому подходу создается маленький такой... Мини-департамент. Такая группа людей. Мини-департамент, да, где сидят дженералисты и фигачат как бы лайтеры с эссетами, с композерами. Бывают такие моменты. Но в основном, когда мы строим производство, мы стараемся это разбить между... Опять же, может быть, это неправильно. Я слушал много и ваших подкастов, и читал интервью всякие про agile. Не знаю, можно ли мгновенно... Опять же, мгновенно нельзя. Все кричат, что мгновенно это не делается. Это очень сложно и больно. Что сначала ты упадешь в бездну черную, а потом из нее будешь потихонечку свет видеть. Как бы здесь иногда просто времени на это нет, чтобы падать в эту бездну. Тебе нужно сразу производство делать. А дженералисты, они обычно в пайплайне работают? Да, да, да. Они, ну, в основном в пайплайне. Потому что все равно это нужно, чтобы это уходило на лайтинг. Все равно, что это нужно на композ. Лайтинг получает в цену в определенном формате. Собирается в определенном формате. У нас внутренний пайплайн. Опять же, просто так-то не перекинешь шест. Ну, можно, конечно, но нежелательно. То есть это все равно подходит к тому, что дженералист, он все равно тогда должен на определенном софте сидеть. Он там не может в синими сидеть, не может в блендере сидеть. Ну, почему? Он может, смотри, в синими что-нибудь зарулить, потом это выгнать, либо рендер слоями, либо в виде эсета, в виде либо еще чего-то. Не знаю, в том же самом олимпике выгнать, перегнать в майку, ее запаблишить, потом дальше пустить по трубе. Ну, студийных инструментов может под это подсёдни быть. Ну, ты можешь всегда подстроить это под студийные инструменты. Ну, то есть, в принципе, вы гибкие в этом плане? Да, да, да. Нет, никаких вообще этих нету ограничений. Если что-то нужно для шота, там может дойти вообще до того, что люди там делают такие безумные вещи, абсолютно не связанные ни с чем. Иметь в виду, не привязанные ни к пайпу, ни к чему. Просто увидел что-то новое, вот там ребята сделали, где-то в России, взял, быстренько перелопатил и выгнал финальный партнер. Это очень круто, потому что вот мы общались, допустим, с Ромкой Беловым, и он говорит, что крайне тяжело в крупных компаниях переделывать пайплайн, даже если у тебя там твой плагин купили, поставили, и не факт, что им вообще будут пользоваться, потому что это там целая плеяда, как его всех научить и так далее. Абсолютно правильно. Этот же пайплайн должен работать, условно, если студии есть в Шанхае, в Ванкувере и, не знаю, там где-то в Германии, он должен... Ну, Пиксамон, да, это же огромная студия. Тогда я про это и говорю, что он же должен везде одинаково работать. Смотри, когда мы делали, например, Midway, у нас восемь, не, семь фасилити работало одновременно. Вот там мы были жестко привязаны к пайплайну, потому что вот эсеты должны были переходить из одного фасилити к другому. Там еще Синесайд был, они вообще, по-моему, в Максе работали, но там жесть какая-то была. Фасилити — это что такое отделение? Это компания местного назначения, грубо говоря, торонторская фасилити. Фасилити — это компания, которая в городе в каком-то сидит. Например, у нас Пиксамонда в Торонто, Пиксамонда в Ванкувере. Вот это фасилити называется. Это офис, короче, вот чип такой. Ну вот, тогда ты очень сильно привязан. Ну, например, Стартрек, он в основном делается в торонторском подразделении. Там мы можем что хотим, то и делаем. Но, опять же, в основном 80-90% делается в пайпе. И, опять же, я согласен, чем больше пайплайн, и он, опять же, не самый лучший в Пиксамонда, чем больше компаний, тем сложнее его менять. Вот мы сейчас на USD пытаемся пересесть. Это такой геморрой, это ужас просто. Даже перейти на новую майку 2020 — это сложно. Взгудение там попроще, потому что они эти билды обновляют очень быстро. Как пирожки горячие пекут. Ну да, да. И у нас причем SideFX, он на соседней улице взял, к нему пришел, и они к нам приходят. Ой, я там был недавно. Я вот возле SideFX смотрел на его дом. И мы к ним приходим постоянно, и они к нам приходят. Мы там всех поголовно знаем. Поэтому в этом плане как-то проще. Кстати говоря, респекту от Эдескуа перед ковидом, они стали делать такие вещи, называются они... Короче, они стали делать мумы. Вот то, что делал Цыпцем в самом начале эры. Он собирал людей. Метапы. И целый день... Да, 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 метапы, да, да. И люди за какую-то мзду все это делали. Мзда буквально уходила там на пиво и на чипсы. А здесь все бесплатно. Ты приходишь, у тебя то же самое пиво и чипсы. И приходят люди и рассказывают технологии. Опять же, здесь немножко вся вот эта, так сказать, западная культура. Они не рассказывают технологии, они рассказывают как промо. Но сейчас потихонечку они начали открывать секреты. Вот, например, я хотел про Медвей рассказать. Я хотел им внутрянку рассказать. Как оптимизировать весь процесс. Как там, например, самолеты, которые по 5-6 миллионов полигонов, можно легко там по 30-40 штук анимационных там долбить в сцене. Или там, когда у тебя сцена там по, не знаю, терабайту данных, которые гоняются туда-сюда. Как это можно между машинами все это делать? Вот такие вещи очень крутые. Так что респект Autodesk'у и респект Сереже Цыпцыну. То, что они как бы это делали, это офигительно поднимает боевой дух и внутреннюю начитанность. Вот митапы, мне кажется, в профессиональном сообществе это очень востребованная тема. У нас как-то приходил Акмаль Султанов. Это гудинщик из Sony. Ну, он там и в MPC работал. И вот он рассказывал, что у гудинщиков есть, типа, свои митапы, на которые нужно записываться, там, чуть ли... Если ты хочешь выступить, типа, там, запись чуть ли не на полгода вперед. И вот они, типа, каждый месяц там собираются и вот как раз обсуждают там свои какие-то темы. И это прямо очень круто, мне кажется. Может, если мы офлайн не смогли собрать митапы из-за того, что все в разных городах, странах, то мы хотя бы онлайн-митапы какие-то сможем замутить. Пиво проставляете? Нет, это же онлайн. А, Яндекс.Еду нужно подпрячь тогда, да. Ой, Яндекс.Лавка там или что-то. Доставку в Торонто. Торонто дорого получится. Ой, ой. Очень интересно про виртуальную продакшн. Очень, очень круто. И ты как, Жень, как человек, который вот прям на передовой, так сказать, трудишься, что, как думаешь, за этим будущее? Или это все-таки займет какую-то определенную нишу и будет очередным инструментом? Я думаю, это ниша. И, честно, мне немножко грустно все это видеть, с одной стороны. Мне интересно как бы с железками возиться. Но мне грустно видеть, знаешь, раньше там смотришь фильм, там, не знаю, Терминатор, там, еще какая-то тема. Они реально на локациях снимают. Ты знаешь, что эта хрень, она реально была снята, там, не знаю, в здании. Это здание взорвали чертям. А здесь ты, я вот смотрю последние фильмы, и я понимаю, что они все цифровые. Ну, тупо все цифровые. И у меня переживание. Нужен очень крутой сценарий, чтобы занять, ну, чтобы я прочувствовал, там, и, не знаю. Сопереживать пикселем сложно. Да, да, да. Вот в Мандалорце это чувствуется, вот, некоторая такая вот камерность локаций. Я, на самом деле, даже тогда не знал еще, что это с Анрилом сделано. Я смотрю, думаю, блин, странно как-то выглядит, очень-очень странно. Как будто глубины сцены не хватает. То есть, вроде все нормально, но что-то как-то палевное. А потому что его нету, нету Депсофилла, тогда еще не было. Ты весь Депсофилл генерируешь в Анриле. В этом вся проблема, что очень сложно по глубину резкости от актера перегнать на стенку. На стенку фокусироваться нельзя. В этом вся фишка, что, как бы, главное правило виртуального продакшена, ты не можешь фокусироваться на стенку, потому что ты увидишь сразу муар с этими пикселями. А-а-а. Тебе всегда, всегда стенку нужно... Чуть-чуть размы... Вот, вот, что меня все время ломало, да, слушай. Второй сезон Мандалорца все внимательнее будем смотреть. А второй сезон вы делаете или нет? Или это секретик? Я не знаю сейчас, я не могу сказать, потому что я не знаю, ребята делают... Просто раньше, когда я сидел в офисе, я посмотрю направо, там, делают, не знаю, тут какого... Стартрек, с одной стороны Мандалорин, с третьей, этот, какого, там, мир, как он, дико... Мир Дикого Запада. Да, Дикого Запада. Как бы, они все вокруг меня, все это делается, поэтому я вижу. Я, если не суперваживаю, то я хотя бы вижу, что они делают. Я, кстати, Мандалорин так и не смотрел до сих пор. Но я все шоты знаю, потому что они древнеют. Ты, наверное, все и посмотрел, так что нормально. Ну, наверное. А про будущее, про что я говорю, что мне вот сейчас тяжело смотреть на картинку, потому что она вся цифровая. Я думаю, что все-таки это будет совмещаться, потому что не нужно делать фильмы под эту стенку виртуальную. Нужно делать фильмы и использовать стенку для определенных шотов, которые, ну, целесообразно или по цене будут выходить. И все-таки, мне кажется, если это где-то, не знаю, в каком-то городе тебе нужно живое какое-то общение или еще почувствовать эту всю такую тонкость кинематографа, так сказать, высокопарная, мне кажется, это нужно снимать вживую. Опять же, сейчас новые технологии, вот этот Stargate, по-моему, они делают, они используют не только LED-панели, они используют и GT-шные панели. Ну, грубо говоря, тупо телевизоры высокого разрешения. И там уже ты можешь, как бы, и фокусироваться и на экран, и уходить на лицо, потому что очень высокое разрешение, у тебя там Full HD или 4K панелька, и там, ну, как бы, реально ты не видишь пикселей, ты можешь на нем фокусироваться. Единственное, я не знаю, решена эта проблема или нет, чтобы можно было контролировать глубину резкости от камеры через Unreal, чтобы она, ну, как бы, его симулировала. Фонфокус делала. Да, 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 что, я не знаю, сделали уже это или нет, я с ребятами еще не говорил на эту тему, это же такие детали, в которые я не залазил, мне бы с Unreal разобраться по-нормальному. У меня тут свое болото, ребята, засосало. Ну да, и мы сейчас, как бы, по большому счету, 80% моего времени, мы до сих пор делаем обычный VFX production на Halo, как бы VP production, это у нас сейчас идет такой, как бы, сторонняя тема, в которую влечены практически все, и есть основной департамент, который... Мы как раз строим сейчас очень большой сет, фоторильный, который будем гонять как промо вот на этой сцене огромной. Ну, чтобы показать людям, что, блин, ребята, это реально выглядит как фоторил, ты встанешь и прямо вот реально у тебя вот здесь здание, здесь там проехал какой-то автобус, там еще какая-то тема. Чтобы это не выглядело как игрушка, чтобы это выглядело как реальный город. Вот сейчас у нас такая задача номер один, сделать фоториальные картинки, ну... У вас, может, есть какой-то блог, где можно посмотреть, что вы там делаете? Нельзя. Про это еще не пишется. Не, ну, я не знаю, я думаю, что нет, ну, во-первых, есть сайт Pixamonda, они там все эти новинки выкладывают, но я не думаю, что они выкладывают... Инсайды, инсайды прям, да. Ну, нет, я не про инсайды, а вообще про work progress. А, конечно, вон, pixamonda.com, вперед, там все расписано в краску. О, круто. Супер, супер. Я бы хотел подвести некоторый итог. Сейчас уже, наверное, час дня, по-вашему, у нас уже вечер, и уже примерно три дня идет СОБР-ОКТОБР. Еееее! Но странно, вышел, значит, фильм Томаса Винтерберга «Еще по одной», где показывается «Но», которое могут достичь люди, употребляя алкоголь каждый день. Кино называется «Еще по одной», и там ребята ставят эксперимент, они начинают каждый день употреблять по чуть-чуть алкоголя, и кончается это все не очень хорошо, как вы понимаете. Но, Ваня, у тебя только ОКТОБР будет СОБР? Вот, и я, глядя вот на это... СОВЭМБР-НОВЭМБР тоже там. Вот на это все я посмотрел и такой, блин... Надо выпить. Вот бы сейчас прибухнуть. Да, я шучу. А не то, что плохо, им зато весело. Так, первая тема. СОБР ОКТОБР. Вань, ты точно держишься до конца, давай с нами, пожалуйста. Я не пью уже неделю. Я начал даже СОБР СЭПТЭМБР. А потом срываемся в конце, да? А потом крышку рвет, и там как бутылка шампанского. Да и дворя просто не выходят. Поэтому, Жень, ты вообще употребляешь? Ну, как знаешь, Москва слезам не верит. С друзьями, да под березкой, с шашлыками. Почему же нет? Это же замечательно. Ты поддержишь нашу инициативу СОБР ОКТОБР или нет? Я не знаю, мы всем этим вопрос задаем. Я постараюсь. Я постараюсь. Ваня, тут скоро День Благодарения, потом Хэллоуин. А, ну... Ну, хорошо. Ну, хорошо. Вань, хочешь провести онлайн-митап, чтобы мы все вместе организовали онлайн-митап? Блин, это будет очень круто. Надо, чтобы кто-то программу провел. Ты, например, какую-то. И я могу что-то рассказать. Чтобы это не было стримом CGTolk, все-таки какое-то различие сделать между стримом CGTolk и онлайн-митапом. Хотя, мне кажется, один хер. Наверное. Наверное. Не знаю, надо подумать. И третье, это то, что на год мы, значит, пишем видеоподкаст. Еее. Какой продуктивный у нас сегодня подкаст вышел. Прям супер. И столько идей. Фонтан просто. Я установил Unreal. Вот, это главное. Я напомню еще раз, если кто-то забыл. Кстати, давайте спросим Сашу, он собирается возвращаться на родину или будет искать что-то здесь. Мне просто интересно его мнение, как он прожил здесь в Канаде и какие у него впечатления вообще-то, как ему нравится, не нравится, какие вот у него... Это первый раз, когда гость спрашивает... Когда кто-то мнение Сашу спросит. Тан-тан-тан. Ах ты. Как известно вообще из нас. Хоть кому-то интересно. Фух. Слава богу. Год, год я вас терплю. И, наконец-то, у меня спрашивают вопросы. Давай. Твой звездный час. Будь нашей звездочкой. На часок. На самом деле я думал об этом, и это не очень честно составлять мнение о Канаде вот в это время, потому что все испорчено ковидом, нет никакой социальной жизни в принципе, и ты такой больше полугода просто сидишь дома или ходишь в пустой офис, где три человека, и никакой тусовки нету, соответственно, ни с кем там, ни с кем не познакомиться, ничего не сделать, такой, ну, просто работа. Я не знал предыдущий год практически полностью. Нет, там сколько, ну, вот я в сентябре, там, типа, три месяца, четыре месяца. До марта почему? До марта. Полгода. Ну, я там его отпуск ходил. Ну, короче, тут я особо ни с кем не познакомился. Я не Антон, к сожалению, который там за два месяца успел себе жену уйти и развестись или что-то. Ой, ты такой. Так что, я не знаю. Я не знаю, но, скорее всего, я скажу, что мне тут понравилось, потому что тут работа, на которой ты такое поработал, и можешь спокойно уйти домой, не думая про нее больше вот до завтрашнего утра, условно. И ты чувствуешь что-то, что ты что-то делаешь. Ну да, если в МРП пойдешь, такое не получится. Какое-то ощущение другое, знаете, это очень сложно. Нет, нам не знакомо, Саш, такое. Да, вам не знакомо. Знаете, у нас в Канаде тут все лучше, чем там демократия, я не знаю. Вымышленное что-то. Одни плюсы, одни плюсы, да. А если рубля нету, то что падает тогда? Самооценка. Я лично в Москву возвращаюсь за эмоциями, потому что здесь мне эмоций не хватает. Обычно мы с семьей ездим, я там раньше вообще раза два в Москву ездил. Сейчас пореже, но вот чтобы полностью оторваться и получить такой мощный всплеск эмоциональный, это Москва, конечно, нельзя сравнивать. Здесь как-то все спокойно. Деревенски, да, по-деревенски. Ну Канада, она же есть деревня, если переводить. А тут город-мясорубка, или ты, или тебя, или ты наебешь, или тебя наебу. Во, во, во. Вопрос. Ты же в Торонто живешь достаточно большое время, правильно? Ну да, 17 лет. Чего все так хейтят Торонто? Вот с кем бы мы ни общались, типа, бля, Торонто, это хуйня какая-то, типа, не очень. Типа, Ванкубер, заебись, Монреаль тоже, а Торонто, типа, ну так, не любят. Кажется, это то же самое, что, почему все Москву хейтят. Кто любит Монреаль? Покажи мне этого человека пальцы. Не, смотри, я люблю Монреаль, знаешь почему? Потому что у вас там реально весело. У вас там дико холодно зимой, но летом прям вообще как это замечательно. Там сплошные фестивали, там тусы какие-то. Ты прям реально себя чувствуешь, знаешь, такой полу-Европа, такая смесь Америка-Европа, и достаточно весело. В Торонто как бы летом тоже очень хорошо. Вот у меня никаких претензий к Торонто летом нету, потому что если вы хотите посмотреть Торонто, только летом приезжать. Начиная с конца осени и заканчивая ранней весной, тут делать абсолютно нехрен. Город как будто просто световую гамму просто выключает, знаете, так, сатюрэйшн, так, уэо, на ногу, и все серое становится. Ты сейчас Петербург, по-моему, описал. Только без Небоскорбов. Да, только без Небоскорбов. А у нас один есть уже. Самый большой в Европе, между прочим. Да-да-да. Круто-круто, да. Поэтому, а вот за человеческими эмоциями, конечно, в Москву. Сейчас у меня за 17 лет я уже оброс здесь с друзьями, знакомыми, как бы у нас своя тусовка. Но все равно как бы вот мои старые знакомые, мы все время поддерживаем отношения, потому что все эти вот скайпы, блин, телефоны, имейлы, это все вот сейчас очень-все очень легко и просто. Поэтому как бы Москва для меня все равно остается мой дорогой любимый город. Так а что они не любят, не любят Торонто, за что? А, а почему Торонто? Потому что Торонто, он просто люди приезжают так плавно работать. Тупо здесь вот, как называют, в Монреале все веселятся, в Ванкувере все отдыхают и природно слаждаются, в Торонто все тупо работают. А, то есть если это на русские города аналогию проводить, это получается? Это Москва, это Москва, да, чистая Москва, да. Это индустриальный город, в смысле индустриальный, техно-индустриальный. Как бы здесь в основном все банки, все большие продакшены, все большие решения принимаются, все деньги в нем. Полный атрибут успешного города. Ванкувером замечательный, он очень красивый, но, опять же, дорого. Но он красивый из-за природы, но я думаю, они одинаковые по стоимости. По цене они сравнялись, да, Торонто сравнялся уже с Ванкувером, он тоже дико дорогой стал. Будем. Однушка у нас сейчас стоит там 600-700 тысяч долларов. Ё, да. А в Монреале 250, между прочим, да, у Тауни. Я знаю, знаю. Ты думаешь, почему мы открыли офис в Монреале? Такой большой и красивый. Мы такие, блин, а что, какого хрена, почему в Монреале открыли, а у нас не открывают такой красивый? Потому что тут все в три раза дешевле. Ну да. Нам надо продать комп или что там за 250 тысяч долларов из прошлого подкаста, чтобы купить дом из этого подкаста в Монреале. В Монреале из этого подкаста. Это отсылка в отсылке, подкаст в подкасте, ничего себе. Почти как у Нолана. Ну что ж, ребятушки, мои вопросы и полномочия на сегодня все. У меня прикол, вчера Влад Ахтынский мне пишет. Жень, слушай, мы тут пишем интервью. Хочешь поучаствовать? Как раз про Virtual Production. Я говорю, а когда? Да вот как раз в субботу в 11 часов. Я такой, да. Что-то все одновременно. Но ты можешь им просто запись эту скинуть. А, мне вопрос, хорошо. Но когда-нибудь мы и Влада дозовемся. Так что. Достучимся до его сердечка. Он очень занятой парень. У нас есть чат, CG-чат номер один, наша самая уютная помойка. Заходите туда, если вы работаете в компьютерной графике, обсудить все на свете. Виртуальный продакшн, нюк, новое промо-видео Вани про курс Awesome Senior Compositor, на который уже там мемы пошли. У нас есть Patreon. Пожалуйста, подпишитесь на наш Patreon, потому что тогда Влад будет еще лучше монтировать эти подкасты, еще приятнее будет слышать. А на Patreon подкасты выходят на три дня раньше. Но только не прошлый подкаст, который вышел Надей раньше. Да, но мы оправдались. Поэтому давайте заходите везде. Facebook, Instagram, Вконтакте, Telegram. Все есть. YouTube, welcome. Супер. Вы, конечно, мужики, раскрутились. Поздравляю вас. Вау, спасибо. Нас слушают даже в X-Mobile. Было очень приятно с вами пообщаться. Ой, а как нам? Ой, спасибо большое. Вы меня как-то упрекнули, что я слишком часто говорю, приходи еще. А на самом деле, блин, пора. Давайте на Новый год, следующий год, никого звать не будем, а просто еще раз позовем всех, кто уже был. Я вам смогу рассказать свои впечатления о сцене, когда ее построят после января. И когда начнутся новые съемки. Вот это будет, наверное, интересно. Забились. О, круто. Забились, отлично. Я еще раз напомню, что к тому времени уже будет 4 месяца, как я учу Unreal. Вау. Как раз как раз поделишься своими результатами и опытом. Я вам для YouTube-канала, может, даже что-нибудь поснимаю, чтобы было красиво. Короче, идея такая. Сделать, как на ковидный выпуск, ретроспективу, где мы собираем просто кучу самых наших лучших гостей и делаем это огромный большой подкаст. Ладно, ребятушки, все, спасибо, что вы были с нами. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.